мне выпало лучшее время прямо сейчас это как раз таки о том что нужно выделить день себе на подумать на то чтобы сформировать себе конкретный какой-то план действий договориться со своей головой что вернемся дорогой мой мозг через месяц до через две недели через три в зависимости от того насколько вы ставите себе цели начинаем действовать действовать прямо сейчас не ждать ничего потому что как скала не надо не идеальная лучше чем не сделано если это ваша истинная цель то есть точно отклик от тела да то есть тело откликается на это и конечно же есть изменение состояния когда я про это думаю я такая вау да мне меняет состояние у меня на меня какой-то приходит такой вау эффект типа если бы это было это было бы вообще огонь мы всю жизнь можем искать человека который полюбит примет решит все наши проблемы но этот человек и есть мы который это сделает именно мы те кого мы всю жизнь искали на самом-то деле и когда мы уже перестанем наконец-таки искать себе поддержку яночка опору в лице кого-то обратимся к себе потому что все ресурсы есть внутри нас мы почувствуем все наконец-то свободными что не нужно вообще никого искать господи какое счастье наоборот все к нам будут тянуться потому что у нас и то есть мышление это номер один не знания о мышлении то есть только мы мыслим это то что приводит нас по сути к результатам и если вы понимаете что у вас есть сложности с мотивацией то также можно опираться на цель то есть цель должна быть такая которая позволяет вам эту мотивацию все время себе возвращать то есть она должна вас реально вдохновлять и мощность мотивации прямо пропорционально недоступности цели да то есть чем более глобально вас цель естественно тем больше у вас мотивации и это наш встроенный природный рефлекс почему вот маргарита взяла пять клиентов во время курса я как бы нет на этом подстегивает мотивирует а то есть есть люди кого это может мотивировать есть люди которых это демотивирует и вот категория людей для которых эта мотивация то через упущенные возможности это тоже очень классный триггер да поэтому друг на друга желательно подписываться чтобы хотя бы видеть да в качестве примера да почему зеляра проявляется а я нет сижу ничего не делаю да почему она делает челлендж 30 stories в день а я не в смысле в месяц до 30 дней stories поэтому возвращаемся к тому что работа это 10 процентов возвращаемся к этому да то есть не нужно всю свою жизнь выстраивать вокруг работу мы проживаем это все вместе с удивительным комьюнити с удивительными мальчиками и девочками мы плачем свиньемся и все благодаря мафии он а копян и тебе аня это просто потрясающие два дня которые уже изменили нашу жизнь и в следующем году мы приедем получать премию прорыв года поцелуйчик на камеру да нет я думал оттуда давай 1 2 3 ты хочешь развиваться в дизайне да если ты хочешь свою студию ты хочешь масштаба ты хочешь роста важно подумать о том что это личный бренд да то есть невозможно построить сильный личный бренд себя не показывая да то есть невозможно привлекать большое количество клиентов если речь про студию да где работают много дизайнеров много людей и делать большие объемы если у тебя нет трансляции личного бренда наша задача сделать тело более расслабленным и только тогда мы сможем считывать сигналы которые поступают вовне и на них откликаться в напряжении мы не можем в себя ничего вмещать только в расслаблении можно услышать сигналы да то есть нам никто не нужен чтобы получать какие-то ответы не коуч не мама не подружка не наставник вообще никто то есть все ответы есть внутри нас да я что дорогая дорогая а сколько сколько времени у тебя осталось сколько тебе еще нужно для того чтобы ты была готова к тому чтобы начать что-то делать сколько нужно времени еще год два десять лет потому что если мы не рискуем выходим по кругу мы совершаем одни и те же действия получают тот же самый результат если мы хотим каких-то новых результатов то да придется подключать риск как бы нам этого не хотелось но это единственный способ если это не глобальная миссия да то есть например у меня миссия это чтобы больше женщин были реализованными да вот своему любимом деле не просто мамы хозяйки да чтобы они пришли к своей реализации это моя миссия 5 людей с которыми вы проводите больше всего времени в принципе это отражение вас но мне понравилась цитата из книги про уилл смита он недавно выпустил свою автобиографию он сказал что судьба моих жизненных метаний мечтаний и стремлений определяется людьми которыми мы себя окружаем окружение считаю что это залог вообще всего придут клиенты например а тебе будет сложно им помочь потому что сейчас там дети уж дом дела какие-то да можно подтянуть любую девочку из нашего комьюнити но не отказываться от проекта да это уже такой бизнес подход это не упускаешь возможности и при этом ты используешь свои активы которые у тебя есть потому что наше окружение это тоже активы комьюнити люди в команде не такие как я друг друга вместе мы дополняем тогда будет результат наверное пишет одним словом семья мне очень комфортно можно быть собой искренне говорить о своих чувствах и ты знаешь что тебя понимают и поддерживают я вижу отражение себя во многих девушках и это так забавно слушать но то есть они говорят свои чувства и я понимаю что как же мы все похоже какие мы милые какие мы смешные не нужно покорять какие-то вершины просто получается найти путь к себе и прожить счастливую жизнь вот оно вот это наверное то зачем я сюда пришла приехала открыть свою душу открыть свое сердце идти искренне свой путь и тогда рождается чистая коммуникация тогда тебе действительно хочется делиться я очень благодарна этому комьюнити и вот этой семейной атмосфере обнимая всех те смыслы которые сегодня я донесла до вас и девочки те примеры которые мы видели говорят о том что все возможно и все зависит только от нас ну что мои дорогие я вас благодарю и я вам всем желаю большой проявленности в этот мир и Продолжение следует... Продолжение следует...